Платить или не платить за капитальный ремонт? Часть жителей Чувашии все еще решает для себя этот вопрос. Тем не менее, ремонтировать дома уже начали. У жильцов дома по улице Ивана Франко в Чубаксарах теперь образцово-показательный подвал. Фасад это лицо дома, он на виду всех, а его внешнем виде, как правило, заботятся. Другое дело подвал. Из нашей редакции хоть раз спускались в подвал своей многоэтажки только два человека. Остальные сказали, фу, там темно, грязно и крысы бегают. Между тем, от состояния подвала зависит состояние дома. А если там постоянно стоит вода, это угроза фундаменту. Когда у жителей 11-го дома по улице Ивана Франко возник вопрос, что ремонтировать по программе капремонта, решили начать с подвала. Дом старый, с 50-х годов. Ремонт в подвальных помещениях практически ни разу не производилось. И теперь, когда уже сделали, в сравнении с тем, что было и сейчас, конечно, небо и земля. Гидроизоляция пола, карнизы над так называемыми приямками и свежий отмостка теперь не позволяют проникать в подвал лишней влаги. Стены у нас, как бы, кирпичи были, некоторые места штукатурка, штукатурка обваливалась. И создали борский вид, а штукатурили все полностью, кладочно забивали, местами там неровности были. То есть штукатурка, покраска все полностью. И красиво вид создали. Потолки тоже самое. Кроме подвала в доме отремонтировали проводку, сейчас занимаются системой газоснабжения. Первый план у нас принят на 2014-2015 год. В него вошли, значит, 272 многоквартирных дома на следующий день. Они уже идут к завершению работы. Насчет подвальных помещений, чего хотелось бы отметить. Значит, это практики. В практике у нас впервые в этом году. Порядка у нас 8 домов отремонтированы, в целом, по республике. Впереди новый 16-й год, а значит, новый план на ремонт многоквартирных домов в Чувашии. Вы все еще сомневаетесь, стоит ли платить за капитальный ремонт? Загляните в свой подвал. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика.